Так, коллеги, я еще давайте вот одно объявление в нашем плане. Организационное объявление. Сейчас вам покажу его на экран. Во-первых, напомню, что у нас есть вакансия руководителя отдела маркетинга. Сейчас я переставлю вакансии. Вот она. Корс-монтаж зарплата 90-120 тысяч по результатам собеседования. Ссылку я еще раз продублирую. Во-вторых, я хочу напомнить, что у нас у партнера с Кивбокс распродажа скидки до 50%. Например, можно выучиться на информационном доме за 4 900 в месяц или на основном специализме 4 500 в месяц. При этом помогают войти работодатели, помогают службу в устройстве. Все, теперь я точно передаю слово Максиму. Он расскажет про психологию поведения клиента. Как она поменялась к ней, ну и что-то еще интересное расскажет. Да, спасибо. Так, сейчас я открою презентацию. Так. Сейчас, секундочку. Так. Так, пока скажите, меня видно, слышно? Видно, слышно, но пока не видно презентацию. Вот она только что появлялась, и сейчас снова пропахнет. Да, сейчас. О, поделиться. Видно, да? Да, теперь видно. Так, я сегодня буду рассказывать про поведение клиентов и про то, как на них влиять. Немножко про себя расскажу. Меня зовут Макс. Я являюсь экспертом по стратегическому комплексному маркетингу. Вот, вхожу в топ-100 лучших маркетологов России и СНГ. Успел поработать с многими известными личностями, спикерами, коучами. Аяс Шабудинов, Тони Робинс, Радислав Гондопас, артисты Blackstar, Эка Толи, конференция TEDx в Питере. Буду продвигать сейчас в июне. Сколково и более ста компаний из различных ниш. Чтобы не забыл, сразу с вами делюсь литературой, из которой я черпаю ту информацию, о которой буду сегодня говорить. Вот, можете заскриншотить, вот, и когда будет время, изучите все это. Там очень много всего интересного. Вот, и тоже важный момент. Все, кто меня сегодня отметит в Инстаграм, да, там, я обычно, вот, все, кто отмечает у меня в сторис, вот, отметьте мой ник, небо табу, да, вот он. Выкладывайте в сторис, отмечайте мой ник, и всем, кто это сделает, скину вот эту презентацию. Там порядка 200 слайдов, все, конечно, не успею вам рассказать. Вот, плюс тысячи книг по маркетингу, большая электронная библиотека, 200 сервисов по маркетингу, вот, и другие бонусы. Это все бесплатно, так что не стесняйтесь, отмечайте. Начинаем. Первое, с чего я хочу начать, это то, что... Так, так, так. Есть два типа подхода, да, то есть мы сегодня говорим, ну, и другие спикеры, в том числе, говорили про стратегический маркетинг. Я тоже сторонник этого подхода. Хотя первые пять лет своей карьеры я топил за фишки, всякие там спам, рассылки, инвайтинг, там, таргетинг, автоворонки и вот это все. Да, это я все знаю, это я умею, могу руками все это сделать, но в какой-то момент я просто понял, что это лишь инструменты, и для масштаба, для лучших результатов, для больших результатов нужно все это изучать с точки зрения стратегии и тактики, да, поэтому я за работу в долгую, то есть не в лоб продавать, да, там что-то впарить, случайные продажи, а работа в долгую. Вот, именно за счет работы в долгую мы собрали, скажем, олимпийский на Тони Роббинс, да, там, 28 тысяч человек. Я принимал непосредственно участие в продвижении этого мероприятия, работал напрямую с Синергии, Советовым Слобовым, вот, и два года до этого продвигал его семинары по всему миру, Лондон, Сангапур, Майами, Австралия, Нью-Йорк и так далее, вот. Есть два типа специалистов, исходя из этой информации. Есть фишечники, да, люди, которые там, так сказать, работают руками, а есть стратеги, да, это кто работает головой, да, вот эти люди, они дороже, и они больше пригодятся вашему бизнесу, если вы хотите расти, развиваться и масштабироваться, да. Также есть два типа экономики, да, есть классическая экономика, которая исходит из того, что клиент выбирает лучшее предложение на рынке, исходя из той информации, которая у него имеется, да, об этом говорится в университетах, там, в классических учебниках по экономике, вот. Вот, но я сторонник поведенческой, да, экономики, как раз-таки, про которую рассказывает Кристан Клейтон, Илья Балахнин, который приверженец Jobs to be done, да, методологии, когда продукт нанимают, да, вот. Это как раз вот про это, про поведенческую экономику, да, вот, и как раз про нее тоже сегодня буду рассказывать. Вот, исходя из поведенческой экономики, есть три типа потребностей у клиентов – социальные, функциональные и эмоциональные. И в классической экономике, да, вот, и большинство предпринимателей, маркетологов, они работают только с функциональным, да, там, описанием продукта, с функциональной потребностью. Ну, например, одежда удобная, да, это функционально, там, телефон дешевый, дорогой, это функционально, машина быстрая, это функционально, да. Но есть еще социальные, да, там, я хороший мама-отец, я примерный семьянин, я поддерживаю феминизм, да, там, не знаю, я занимаюсь благотворительностью. Это все социальное, да, это тоже влияет на поведение, на решение покупки. И эмоциональные, да, это самое интересное, вот, и об этом я тоже часто рассказываю на конференциях, выступаю, там, и на скиллбокс, и в Синергии, и в мой бизнес, и в Сколково. И вот за последние, там, полгода я посетил 50 городов с этой темой, вот, поэтому это очень такая глубокая, интересная тема, вот, эмоциональных потребностей, да, человека. Ну, и это, конечно, я особо не афиширую, но тоже, так сказать, занимаюсь консультациями по психологии, потому что я считаю, что если у человека проблемы с бизнесом, с маркетингом, это не в бизнесе маркетинге проблемы, это проблемы с самим человеком, да, потому что бизнес – это продолжение вас, да, то есть вас как человека. Если вы занимаетесь, предположим, маркетингом или фрилансом, ваш бизнес – это вы в любом случае, вот, поэтому эмоции – это важно. И, соответственно, есть две силы влияния на клиента, да. Тут важно понять, что каждый клиент, он уже имеет какое-то решение проблемы, которые у него есть, да. У нас у всех есть проблемы, там, лишний вес, нехватка внимания, понимания, любви, там, не знаю, там, поддержки, там, не знаю, там, узнавать какую-то информацию как-то, да, там, расслабляться. Вот у нас у всех есть вот эти вот нужды, да, и мы их как-то уже решаем, вот. И задача маркетолога, да, создать простую точку входа для клиента, чтобы он, отказавшись от привычки, попробовал ваше новое для него решение, да. То есть, получается, мы работаем с ценностями и с компромиссами клиента, да. Соответственно, наша задача – это, как говорит Клейтон Кристенсен, унять тревогу потребителей и, соответственно, помочь нашему клиенту решиться на новое решение. Да, новое решение какое может быть? Уйти от старой компании подрядчика по трафику, прийти к вам, отказаться от того, чтобы делать сайты самому на тильде и купить у вас там сайт, там, какой-то там самописный за 200 тысяч. Ну, я как пример говорю, да, там, отказаться от АМСРМ и перейти на Битрикс, да, потому что, ну, это все, отказ от привычки и попробовать что-то новое, да. При этом что-то старое, да, знакомое клиенту, оно может клиента не устраивать, оно может быть неидеальным, да, но просто потому, что есть сила привычки, да, зона комфорта, так называемая, да, вот. Мы все с детства боимся нового, да, там, мы в детстве боялись, там, скажем, темноты, сейчас мы боимся отказаться от чего-то старого в пользу чего-то нового, это нормально. Да, есть, конечно, трендсеттеры, их 5-10%, которые не боятся пробовать новые, ввязываются в всякие авантюры, но их мало, да, там, для, так сказать, ну, большого объема продаж. Есть еще такой мужик, Дэниэль Кеннеман, я уверен, вы знаете его, он лауреат Нобелевской премии, автор книги «Думай медленно, решай быстро». Он тоже говорит, он сторонник поведенческой экономики, он говорит, что старое решение не требует от нас раздумий, да, желание людей избегать потерь в психологическом плане в разы сильнее, нежели заманчивость приобретения чего-то нового, да. То есть, опять же, мы на чаше весов держим что-то старое, что-то новое, да, не забывайте, кстати, меня отмечать в Инстаграме, мне, во-первых, будет приятно, во-вторых, получите от меня бонусы. Так вот, это уже мы цитируем известного всем маркетолога Макса Белоусова, то бишь меня, да, значит, в идеальном мире 100% конверсия на всех этапах, да, то есть, если мы жили с вами в идеальном мире, все клиенты, которые оставляют заявку, у нас бы покупали, да, потому что, ну, мы ж не заставляем клиента оставлять заявку, да, то есть, он сам как-то вот что-то у него там взыграло, он увидел в этом потребность. Но почему тогда из 100 заявок, условно, да, там оплачивают только 10? Потому что мы сами чаще всего создаем на пути клиента какие-то сложности, да, то есть, трудности. То есть, мы сами косячим в сервисе, мы сами косячим, там, в телефоне, когда обещаем перезвонить клиенту, там, через 28 секунд, перезвоним через 2 недели. Мы не отправляем коммерческое предложение, я тоже этим грешу, это уже не идеально, да, у меня тоже не 100% конверсия, да, в продажу, это нормально. Вот это все, если учитывать, да, то есть, что такое CJM, да, карта пути клиента, то есть, нужно вот эти все детали, вот эти все мелочи учитывать, да, вот, скажем, вчера я выступал в Омске, да, вот я сейчас, тоже нахожусь в Омске, сегодня проводил ВИП-день, мастер, ну, мастер-класс, вот, и вчера, значит, я прилетаю и уже столкнулся с, так сказать, сервисом в городе Омск, да. Все рассказывать не буду, просто маленький пример, вот, там, я заехал в отель, и, значит, мне говорят, в отеле нет воды, да, то есть, мне не помыться, не в туалет сходить, да, при этом, значит, на стойке регистрации женщина говорит, типа, вы знаете, мы каждому посетителю дарим один час поплавать в бассейне, у нас тут бассейн есть, да, там, на территории отеля, но, естественно, он не работает, но я покажу, где он находится, потому что, ну, как бы, воды нет, да, но вот у вас есть такая возможность, ну, что нахрена мне это говорит, если воды нету, да, потом, значит, они меня заводят в номер, в номере, номер у меня с солнечной стороны, то есть, там очень жарко, да, мне там, как бы, три дня жить в этом номере, и там нет кондиционера, да, то есть, вот эти все мелочи, да, я еще забыл сказать, то, что на территории завода, точнее, на территории отеля роют какую-то траншею, там ездит какой-то трактор, да, то есть, ну, это дичь какая-то, да, хотя у отеля три звезды, да, то есть, как бы, видимо, накрученные, ну, в общем, я звоню организатору конференции, бы, слушай, мужик, давай, я отсюда съезжаю, еду в самый дорогой отель, называется, там, ну, не буду называть, ладно, там, в общем, самый дорогой, там, ближайший, приезжаю, значит, ничего лучше, тоже, тот же самый плюс-минус сервис, да, то есть, люди не умеют общаться, да, то есть, сервис, до свидания, но при этом, когда я вот сейчас вот заехал в Ибис, да, Ибис, это сеть отелей, и здесь людей обучают общаться, да, и здесь все выверено вплоть до скрипта, там, как общаться, как обращаться к гостю, к клиенту, к посетителю, да, то есть, не эй, мужчина, эй, парень, да, там, или молодой человек, да, там, там, уважаемый гость, да, там, если я, там, прихожу с девушкой, да, то есть, к ней не обращаться, там, гадая, кто это, там, жена, дочь моя, сестра, там, вдруг это вообще моя любовница, да, и спутница, да, то есть, это все сервис, это все важно, вот, соответственно, мы сами косячим, да, соответственно, чтобы мы приблизились к идеальной картинке мира, к стопроцентной конверсии, нужно все эти детали изучать, да, последняя капля в Омске была, да, там, по поводу сервиса, когда, значит, я приехал на площадку, сдаю куртку в гардероб и спрашиваю, а тут есть лифт, потому что мне на четвертый этаж нужно подняться, и мне гардероб сейчас отвечает, есть, да, то есть, как бы, я думаю, что она скажет, где она, она скажет, есть, я говорю, а где, она мне, знаете, что отвечает, там же, где и всегда, я говорю, я у вас первый раз, она говорит, так надо чаще заезжать, ну, то есть, вот, понимаете, как бы, да, казалось бы, маленькая деталь, да, но мне уже, ну, неприятно, мне уже, как бы, как будто бы, вот, я к ней в гости зашел и денег попросил, да, вот, это все Сиджем, это все клинический сервис, это все социальные и эмоциональные аспекты взаимодействия с продуктом, да, в силу того, что я, ну, 10 лет занимаюсь маркетингом, да, там, и у меня рекламное агентство было сейчас, я ушел в консалтинг, да, я понял, что я не хочу больше ничего руками делать, от слова совсем, да, я сейчас бизнесы консультирую, то есть, я уже консультировал ВТБ, Альфа-Банк, МТС, Леруа Мерлен, Цвет Диванов, куча бизнесов, вот, пример того, как я консультирую, да, и что вам тоже пригодится, кстати, кому нужен консалтинг, да, там, обращайтесь обязательно, так вот, первое, с чего я делаю, это определяю, на какой, на каком уровне пирамиды конкуренции находится бизнес, да, вот, я выделяю, получается, пять уровней конкуренции, есть первый уровень конкуренции по наличию, да, да, и, предположим, мы с вами продаем бананы, да, там, в городе Чукотка, и только мы продаем бананы, в итоге у людей нет никакого, ну, возможности купить у другого, они покупают у нас, они вынуждены покупать, да, такие случаи редкие, но они есть, поэтому, если у вас какой-то уникальный продукт, поздравляю, люди все равно вас купят, потому что это по наличию, кстати, по поводу города Омск, я три года назад здесь тоже выступал, два часа рассказывал про YouTube, про Google, про Яндекс, про Retarget, про автоворонки, про там, что-то не рассказывал, а все вот так, предприниматели, вот так вот сидят, руки в боке, да, я спрашиваю после, ну, в конце выступили, вам не интересно, что ли? Они мне говорят, не, Макс, интересно, ты классный, но нахрен это не надо, потому что мы монополисты здесь, да, то есть вот у меня там, говорит, сеть магазинов или там сеть салонов красоты больше нету, и люди все равно ко мне придут, да, это было три года назад, но когда грянула пандемия, все эти бизнесы обосрались, потому что пришлось работать все-таки с клиентским сервисом, потому что онлайн-доставка вся, у них этого не было, у них ни сайтов, ничего не было, вот, поэтому их боженька маркетинговый наказал, да, поэтому все это нужно все-таки учитывать, вот, соответственно, по наличию, да, вот, предположим, не только мы продаем бананы, на Чикотке еще появляется там пару человек, которые тоже продают бананы, мы уже начинаем конкурировать в поле цены, то есть кто-то начинает демпинговать цену, да, и, соответственно, клиентам важна цена, да, после того, как у нас появляется уже 100 продающих бананы, да, то мы уже начинаем конкурировать в поле предложений, да, то есть мы начинаем, например, предлагать не только бананы, но и пакет, там, ну, чтобы положить бананы в пакет, да, там, либо яблоки в подарок, да. Вот, это предложение, да. Дальше у нас идут эмоции и сервис. То есть, предположим, у нас уже тысячи продавцов бананов, плюс-минус у всех одинаковые цены, кто-то там, значит, пендрится с этими пакетами, с яблоками, как-то вот завлекая посетителей и клиентов, да, но выигрывают те, кто предоставляет хороший сервис. Доставка бесплатная до дома, да, там, либо же хорошо общается с клиентом, да, там, ну, хотя бы русский язык знаю, да, вот. И последнее – это обучение клиента либо создание экосистемы, то есть, это встраивание в жизнь клиента нашей услуги, да. И как раз-таки вот меня организаторы просили рассказать про тренд 2020-2021 года, как пандемия повлияла, вот как она повлияла, что люди, там целый гигантский рост посетителей онлайн-сервисов, приложений, да, то есть, люди начали пользоваться онлайн, да, то есть, они начали еду заказывать, одежду, там, книги, вот. То есть, большой приток людей в онлайн произошел. И, естественно, все эти люди, они могут оставлять отзывы о вашей компании, да, там, то есть, если у вас, в принципе, не продуманы, там, точки касания в онлайне, ну, до свидания, значит, у вас будет, да, скоро. То есть, вот там тренд, да, то есть, тренд именно не в поле наличия цены предложения, а в поле работы эмоций сервиса и обучения клиента и создания экосистемы. Пример обучения клиента – это когда вы, например, там, все время скачивали музыку с торрента и слушали ее с ВКонтакте, тут вам впадлу стало, как бы, все это скачивать, да, при этом у вас, там, предположим, айфон, да, там, на андроиде еще более-менее как-то можно закинуть песню на айфон, но хрен ты это сделаешь, и вам приходится оплачивать подписку Apple Music, iTunes, да, и потом вы ей говорите, а, неплохо, почему удобно, за 300 рублей в месяц, там, все песни любые, пожалуйста, слушай. Потом вы оплачиваете, там, подписку на Иви или Netflix, да, вот оно обучение, то есть вас обучили, дали вам сервис, дали вам эмоции, удобство, вот, соответственно, вот они, вот эти два уровня, да, с которыми сейчас я вам советую работать, да, то есть не пытаться продвинуть по цене, не пытаться напихать предложения, да, там, типа, там, я помимо сайта вам сделаю еще и рекламу, и трафик, и позиционирование, и СММ, и сплюшу вам еще, да, там, и попу поцелую, да, нет, не надо этого делать, потому что таких специалистов, как вы, сотни тысяч, да, там, Украина, Беларусь, привет, да, которые могут не за 5 тысяч рублей сделать сайт, да, там, а за тысячу, либо вообще доплатить даже, чтобы хотя бы там появился какой-то клиент в портфолио, вот, то есть там невозможно конкурировать в поле цены, конкурируйте вот здесь, в эмоции сервиса и в обучении клиента экосистем, потому что, например, в городе Омск, я очень люблю этот город, но сервис тут не очень, как бы, да, не везде, но в отелях часто, вот, поэтому если вы выделитесь хотя бы на уровень сервиса, вы уже выиграете, и это, как бы, для вас малоконкурентное поле, да, то есть там очень сложно конкурировать, потому что это нужно обучать персонал, миссия компании, да, там, эмоции. Вот, например, вот данный слайд, он из аудита компании, которая типа, ну, а-ля «Золотой яблоко», то есть это сервис по продаже косметики. И, опять же, да, к вопросу о пандемии, когда я анализировал данную компанию, делал стратегию аудит, то я четко осознал с командой, что как выделиться, да, то есть мы проанализировали конкурентов, там, значит, были сервис, там, «Подружка», потом «Литуаль», «Золотое яблоко», и мы понимаем, что важно женщинам сейчас. А важны женщинам что? Спокойство и безопасность, да, потому что эти бренды, они кричат о себе, купи-купи у нас, некое бунтарство, да, там показывают, да, это архетип бунтарь. А я понимаю, что людям, в особенности женщинам после пандемии, что важно? Спокойство и безопасность, потому что у них и так нервы вор, да, кто-то потерял бизнес, да, кто-то решился работать, кто-то заболел, кто-то умер, да, там, из родственников. То есть, ну, людям нужно спокойствие и ощущение безопасности, да, то есть какие-то добрые, позитивные эмоции, да, там, заботы, романтики, любви, спокойствия, да. И как раз-таки вот эти два уровня и должны давать эти эмоции клиентам, да, то есть клиенты готовы будут доплатить, то есть им не важна цена и предложение, они готовы будут доплатить за эти эмоции. Если ваш сервис, там, ваш магазин, в данном случае, вот это, да, который мы делали, аудит, это предоставит клиентам, вот. Идем дальше. Соответственно, как понять, ну, поведение клиента? Нужно проанализировать его поведение. Как? Как правило, 90% маркетологов работают с портретом целевой аудитории, да. Это неверно, я считаю, да, опять же, из концепции Jobs to be done, из концепции поведенческой экономики, нужно анализировать мотивы, да. Давайте на примере, там, вот этого уже, там, вот этой же компании сервиса по покупке профессиональной косметики, я покажу, как это делать, да. Есть определенные вопросы, которые могут натолкнуть на определенное понимание поведения клиента, да. Вот можете сейчас зафиксировать, я не буду их цитировать, их всего пять. На примере их я отвечал на вопросы, там, как бы потенциальных клиентов, да. Вот эти пять вопросов. И давайте еще проще на примере, скажем, кальяны, да. Я часто привожу этот пример, потому что сам люблю кальяны курить. Вот, казалось бы, да, вот если бы мы работали с портретом целевой аудитории, мотивом, аватаром, да, то я, там, 30-летний мужчина, да, там, достаток выше среднего, проживаю в Москве, да. То есть вот я описываю свой аватар, и я взаимодействую с продуктом кальян шестью разными способами, да. То есть получается, если бы меня анализировали как аватар, это было бы шесть разных аватаров, а я как бы один, тот же человек. Поэтому нужно анализировать мотивы поведения, да. То есть не анализировать кто, когда, а почему, почему покупают. То есть не важно кто, а важно почему покупают, да. Вот, я насчитал шесть мотивов, да. То есть, например, когда я хочу покурить с друзьями кальян, да, мне нужно, там, бар на меню, чтобы были, там, настольные игры. Когда я хочу поиграть, ой, поработать в кальяну, мне нужен Wi-Fi и тихое место. То есть получается, у меня приоритет уже сменился с бара и настольных игр на Wi-Fi и тихое место, понимаете. А я один и тот же человек, только мотив разный, да. Это еще называется, вот у меня родители актеры театра кино, это еще называется предлагаемые обстоятельства. Разные предлагаемые обстоятельства, в которых я принимаю решения. То есть контекст еще это называется, да. И контекст нужно учитывать, да. Вот, в соответствии с этим у нас есть два типа анализа, да. Вот из классической экономики к нам пришел анализ статистический, да. Это, как правило, всякие там анализы РПК, емкости рынка, покупательской способности, цифрового следа в интернете человека, да. Есть антропологические, да, которым я и чаще всего пользуюсь. То есть вместо того, чтобы там проводить исследования долго, просто иди пообщайся с там пятью-десятью людьми, потенциальными клиентами, либо теми, кто уже покупал, либо клиентами вашего конкурента. Это быстрее и это эффективнее. Так же я делал, когда мы запускали продукт Миллор. Это автомобильный парфюм. В вашем городе уверен, этот продукт есть. Мы его создали с партнером Владимиром. Продали эту компанию. Сейчас у него вложено один миллион долларов. И когда мы создавали эту компанию, это, ну, такие вот висючки в машину, да, которые пахнут вашими любимыми духами и одеколоном, да. Причем это реально духи одеколон, то есть эссенцию мы везли с Франции, да. Нам вначале всякие там аналитики инвестора сказали, что у нас не пойдет, что это все херня, зачем людям переплачивать, там, платить 500 рублей, если они могут пописи елочку в машину, да, повесить. В итоге мы им не поверили, да, потому что мы, значит, молодые, амбициозные, да, там, и, значит, мы хотим попробовать. Мы пообщались просто с клиентами, ну, с людьми потенциальными, да, там, кто может купить это, ну, с автолюбителями. Мы спросили, они сказали, да, нам интересно. И мы не прогадали. За два месяца мы в 85 городах уже продавали свой продукт, вышли очень резко, быстро на рынок, несколько миллионов оборотов делали в месяц. Вот, то есть, как бы, опять же, антропологический метод анализа аудитории, да, то есть, поэтому тренд сейчас, да, там, я, мне кажется, этот тренд и задаю сейчас, вот, можете ему следовать, это анализировать поведение людей в непосредственно среде их обитания, да, то есть, не пытаться, там, как-то спарсить, не знаю, там, статистику какую-то выдернуть, да, там, что-то, как-то, какие-то сервисы использовать, не просто с людьми пообщайтесь. Вот я сегодня на мастер-классе давал очень простое упражнение для людей, там, сто человек сидело. Я сказал, покажите свой Инстаграм пяти людям и спросите у них три простых вопроса. Понимаешь ли ты, куда ты попал, что тебе предлагают и как это получить, или хочешь ли ты купить, да. И у людей инсайты, то есть, там, вот, одна женщина выходит и говорит, слушай, Макс, у меня столько инсайтов, я поняла, как мне переписать свою шапку профиля, какие я ошибки совершаю, да, я спрашиваю, а сколько у тебя уже этот Инстаграм вот в том виде, в котором ты его показывала сейчас людям? Он говорит, пять лет. То есть, пять лет женщина вкладывала деньги, да, нанимала маркетологов, да, и в итоге это все в одно место уйдет, потому что люди не понимали, что она продает. Пкиньте, пять лет вообще вот так вот Инстаграм работал, а все, что нужно было сделать, это потратить пять минут, чтобы пообщаться с пяти людьми. Вот, поэтому я за поведенческую экономику, за антропологический способ анализа. Вот, кстати, вот эти вопросы, можете их зафиксировать, да, и, кстати, не забывайте меня отмечать в Инстаграм, скину вам всем бонусы. Идем дальше. Я некоторые слайды буду пропускать, потому что у меня ограничено время. Вот, я уже говорил про контекст, да, то есть, вот есть такой мужик умный, да, экономист Людек фон Мизес, он как раз-таки сказал, что важен не только продукт, но и контекст его употребления, да. Вот представьте себе, вот я заказал пиццу где-то там месяца три назад, Папа Джонс мне ее привезли в таком виде. Вот я буду доволен, это, конечно, да. Я уверен, что в пандемии большое количество людей заказывало себе еду на дом, и в итоге люди с кем будут дальше сотрудничать? Да, пицца-то вкусная, кстати, да, Папа Джонс, это там сырный бортик, все классно. Но вот мне ее в таком смятом виде привезли через два часа, то есть, как бы за два часа я мог, в принципе, там, не знаю, сам приготовить еду себе дома. В итоге два часа ожидания, курьер не извинился, ничего. Когда я звонил, спросил, где моя пицца, меня сбрасывали. В общем, естественно, у меня LTV будет ноль с этой компанией, да, даже если они мне скидку дадут, то есть мне не скидка уже важна, помните, пирамиду потребностей, да, там, конкуренции. То есть мне не важно наличие, потому что я пиццу могу где угодно заказать, мне не важна цена, мне не важно даже предложение, которое вот это сратые у них там, да, типа там мне сказали, типа, вот мы тебе пиццу привезем, и еще одна пицца в подарок. Да, засуньтесь ее в одно место, да, потому что мне важно отношение ко мне как клиенту. Я не хочу ждать два часа, я хочу, чтобы передо мной извинились или вовремя мне доставили, то есть как со мной поговорили по-человечески, а не воспринимали меня как баран или свинью, которому вот подножный корм бросили, да, там, при этом я еще за это и заплатил, наверное, ну, то есть я не считаю, что Папа Джонс дешевая пицца. Вот, то есть понимаете, как бы, что мы здесь видим, что у людей накапливается клиентский опыт, да, и я уверен, ваш бизнес, ваша услуга, она не уникальна на рынке, да, и чтобы вам выделиться, да, опять же, работайте над сервисом, над эмоциями, над доверием и над обучением клиента, да, там, ну, покупать у вас, то есть там делайте приложение, да, доносите пользу до, соответственно, ну, вашей аудитории, почему именно у вас нужно покупать, вот что важно. Дальше идем. Есть такое понятие, как трансформация клиента, да, вот, кстати, я за последний год похудел на 27 килограмм, вот это я, вот этот бор жирный, да, вот это, мы тогда с девушкой были на отдыхе в Греции, мне кажется, тут на вид мне лет 40, да, там, там не то, что пивной пузо, там целая бочка. Я похудел на 27 килограмм, вот это тоже я, это, говорю, фоточка где-то полтора-два месяца назад сделана, я сейчас покрасился, вот, это моя будущая жена, вот, со мной произошла вот такая трансформация, да, давайте проследим, как клиента, что же со мной происходило. Значит, первое состояние, у меня не было проблемы, на самом деле, да, потому что, ну, моей девушке, в принципе, нравилось то, что я такой крупный, полный, что у меня пузо, потому что она может на него лечь, она говорит, он такой мягкий, хороший, маме я всегда нравлюсь, как сын, да, там, неважно, какой я толст или худой, у меня проблемы не было, проблема началась, когда у меня началась отдышка, мне начало тяжело передвигаться с таким весом, я весила 120 килограмм, ну, и как-то я начал переставать себе нравиться в зеркале, да, и в итоге, значит, когда я это состояние поймал, я перешел из состояния нет проблем, в состояние жертвы, да, то есть у меня есть проблема, лишний вес, но я не знаю, как и с кем ее решить. Почему, не знаю, как и с кем, потому что есть большое количество способов решения этой проблемы, там можно ходить в спортзал, можно, там, пить воду, можно, там, БАДы покупать, чаи какие-то, считать калории, то есть куча разных вариантов решения моей проблемы. Я выбираю бокс, да, потому что это хорошее кардио, плюс еще я начну, там, драться, адреналин, там, соответственно, мускулины скачать, да, там, либидо свое, вот, в общем, я бокс выбрал. Но ведь секция бокса, она же не одна в городе, правильно, их много, соответственно, я перехожу в состояние осознанное, то есть я знаю, как решить мою проблему, но не знаю с кем, да. Я выбираю для себя секцию бокса, и, соответственно, после этого я начинаю решать мою проблему и перехожу уже в состояние мастера, да, то есть я знаю, как и с кем решить мою проблему, и начал уже ее решать, получая определенный опыт, либо положительный, либо отрицательный, да. По сути, вот по вот этой карте трансформации клиента можно строить любую карту пути клиента, да, учитывая сервис, естественно, учитывая все точки касания, учитывая мотивацию клиента на каждом этапе, страхи, переживания, мотивы клиента, да, это все нужно учитывать на каждом из этапов. Вот пример того, как мы это учитывали в сервисе по покупке профессиональной косметики, да, о которой я вот уже до этого говорил, ну, вот, соответственно, нет проблем, и не задумываясь о том, что нужна новая косметика, меня устраивает и та, что у меня уже есть, да, это вот в состоянии нет проблем. Дальше. Жертва. Появилась нужда профессиональной косметики, ну, не знаю, как и где купить еще варианты. Как нам, скажем, перевести клиента из-за состояния нет проблем, а в состояние жертвы? Очень просто. Например, дать профессиональную косметику в салонной красоты и рассказывать женщинам, у которых секущиеся волосы, у которых проблемы начались после неудачного окрашивания, что кератиновая профессиональная косметика лучше, чем то, что вам продают в обычных магазинах, и с помощью этой косметики, да, там, продукции можно вылечить волосы. Она становится, соответственно, жертвой, потому что она понимает, да, со мной плохо, там, естественно, обращались предыдущие мастера, мне не устраивает мой шампунь теперь, да, потому что мне объяснили, что есть лучшее. Теперь мне нужно просто выбрать, у кого и где купить этот шампунь. То есть она приходится неосознанно, да. Соответственно, и она понимает, что в магазинах нет поблизости этих шампуней, да, то есть она вспомнила, что ей мастер говорил про такой шампунь, но она не может его найти. А там, где есть, далеко ехать. Либо нужно заранее бронировать. Кстати, это реальный путь клиента моей девушки, которые там после окрашивания как раз-таки сказали определенную марку шампуня, она не могла ее найти, да, в итоге мы тоже ездили по городу, пытались там где-то заказать, в итоге нужно ждать две недели, а она хочет сегодня, в итоге, когда мы получили кучу отказов и в офлайн-точках, и там нужно ждать две недели, естественно, нас это не устраивает, мы начинаем искать онлайн-сервисы, да, и натыкаемся на зеленый. Яблоко, да, про которое мы говорили уже, и в итоге там с нами и хорошо пообщались с ней, точнее, да, там проконсультировали, забронировали эту марку косметики, там шампуня, да, и сказали, где ее можно собрать, все, вот, вот он путь клиента, вот, соответственно, она стала постоянным клиентом Золотого Яблока, потому что ее все устраивает, да, то есть ей важна была ни цена, ни наличие даже, да, и в итоге, как оказалось-то, важен сервис, потому что наличие было везде, то есть вот, пожалуйста, ну, нужно ждать, или хреновый сервис, да, то есть, или не проконсультировали, не объяснили, то есть вот, что ей оказалось важно, и, соответственно, Зеленое Яблоко ей это дало. В итоге из большого количества вариантов она выбирает именно этот сервис, вот, о чем я и говорил, да, эмоции. Идем дальше. Да, по поводу карты пути клиента, да, еще можно ее разделить на три этапа, это привлечение, вовлечение, возврат по котлеру, да, то есть как классика маркетинга. Вот пример карты пути клиента, которую я разрабатывал для другой компании, это мастер-сьют, который занимается пошивым премиальных костюмов, да, то есть на каждом пути мы как-то вот контактируем с клиентами, определенным образом влияем на этих клиентов, да, прописываем триггеры какие-то психологические и точки касания, да, вот это все тоже нужно прописывать. Вот пример точек касания в моем консалтинг-агентстве. От момента оставления заявки до того, как она, ну, создается общий чат с клиентом, договор, высылается коммерческое предложение, счет, предоплата, оплата, пошло в работу, работа, да, там, ну, и до момента сдачи и до продажи чего-то другого, да, там, клиенту сопровождения, предположим, этого аудита. Вот, есть еще стратегия Литгена, да, то есть вот, например, карта Литгена или там автоворонка, да, для проекта Тони Робинс в Лондоне, да, где мы продавали семинары. Тони Робинс там дороже трех-пяти тысяч долларов, естественно, это в лоб нельзя продать, вот, мы пробовали, да, просто потестировать заявку, стоил там от шестиста до полторы тысячи рублей. Как только я создал автоворонку через квиз «Колесо баланса», да, там, который многие о нем слышали, то, во-первых, зачем это нужно? Во-первых, я работаю с несформированным спросом, то есть состоянием жертвы, либо нет проблемы, и с помощью квиза я формирую проблему у клиента, да, потому что я ему объясняю, что вот конкретно вот эта сфера у вас проседает, болит, и выдаю ему контент под запрос. В итоге я произвожу трансформацию с клиента, переложу его в состояние нет жертвы, при этом цепанул его в состояние нет жертвы очень дешево, потому что, ну, понятно, что если человек конкретно что-то ищет, это сформированный спрос, это дорого, да, то есть он в Гугле обвивает купить холодильник, как бы, естественно, там не только вы хотите ему продать, но еще там сотни-пятьсот тысяч в магазинах других, а если у него не сформирована потребность, мало кто с этими людьми работает, вот, а я понимаю, что это мне выйдет намного дешевле, да, поэтому я цепанул клиента на общие какие-то запросы, то есть не Тони Робинс, не саморазвитие, не коучинг, не тренинг, а, например, просто лишний вес, да, проблемы с лишним весом, как похудеть, как вернуть жену, как простить мужа, там, после измены, вот такие проблемы у людей, можете проверить, там, что люди бивают в Яндексе, вот, кстати, да, там, сотни тысяч запросов по этим широкочастотным вопросам, да, есть узкочастотный, есть широкочастотный, вот, широкочастотный, это как раз-таки несформированный спрос. Ну, соответственно, я их цепанул по 15-20 рублей, дальше провел их поворонки, произвел с ними определенные касания, итерации и повысил им осознанность, да, есть еще такое понятие у меня, как уровень осознанности клиента. В итоге, когда я повышаю уровень осознанности клиента, то я ему передаю определенную ценностную модель, и у него растет ценность решения проблемы своей, да, и он уже готов, он доверяет Тони Робинсу, например, да, там, нам, и он готов решить свою проблему, которая у него сформировалась по ходу касаний именно с нами, там, с Тони Робинсом в данном случае, да, и готов за это еще и заплатить нормально, вот. Вот они, точки касания, вот она, трансформация клиента, вот она, уровень осознанности клиента, вот они, мотивы, да. Вот другой пример, скажем, такая ниша автоматизации ресторанного бизнеса. Заявка стоила полторы тысячи рублей, была задача снизить заявку, да, стоимость. В итоге я тоже самое делаю, я работаю с высокочастотными запросами, общими проблемами, то есть у владельцев ресторанов, естественно, не болит автоматизация бизнеса, она болит только у 5% максимум, да, потому что остальных болит, как повысить выручку, как снизить косты, как нанять персонал, как составить меню и так далее, там, как выбрать место открытия ресторана, или там, как наладить онлайн-доставку, вот, вот что у них болит. Соответственно, я цеплял вот на эти запросы, и дальше порционно выдавал информацию, продавая идею того, что их проблему, на которую я цепанул, можно решить с помощью автоматизации ресторанного бизнеса, да. В итоге заявка уже стоила не полторы тысячи рублей, а 150. Вот. Вот пример точек касания, который я разрабатывал в аудите в стратегии для компаний по продаже мебели. Тверей в городе Курск, да, то есть вот здесь все прописывал, что происходит с клиентом. Это только часть, естественно, всех точек касания. Вот пример сервиса по продаже косметики, о котором я уже сегодня поразговорил, да, вот они все точки, которые прописываются, да. Такую же карту, там, точек касания можно создать и для Литгена, да, то есть вот они, пожалуйста, пошли. То есть прописать, что на каждом этапе происходит с клиентом, да, то, что ему там высылается, кто ему там звонит и так далее. Вот. И мы плавно переходим с вами к мотивации. Есть три уровня мотивации клиента, и, как правило, маркетологи работают с явной мотивацией, то, что человек говорит. Но нужно еще не забывать про фактическую мотивацию и скрытую мотивацию. На примере личного тренера объясняю, да, я люблю этот пример, он прям такой показательный. Предположим, у нас есть Яна, которая хочет нанять личного тренера. Она хочет похудеть, накачать себе попочку. Ее явная мотивация – найти тренера самого лучшего с большим количеством опытом и регалий, да. То есть у нее приоритет, явная мотивация – найти самого лучшего тренера. Она приходит в спортивный зал. Как вы думаете, кого она выбирает правильно? Самого красивого и удобного в общении. То есть приоритет сместился с самого опытного на самого красивого и комфортного. И скрытая мотивация этой Яны, чтобы заниматься этим тренером не день-два, а целый год-два, то есть всю жизнь – это найти себе друга, найти себе психолога или любовника. Любовника не только, значит, спать с тренером, но и просто получать от него какое-то внимание. Потому что вам инсайд для мужчин, если меня мужчина сейчас слышит, то женщине нравится внимание. Вот она, скрытая мотивация этой Яны. Соответственно, можете сейчас проделать, либо после моего выступления определиться с явной, неявной и скрытой мотивацией в вашем бизнесе. То есть что хочет клиент, что он делает и что хочет и делать, не догадываясь об этом. Вот. Подробнее про это я, кстати, рассказывал на предыдущем выступлении в АМВИК. Можете найти это выступление в Ютьюбе. Там Макс Белоусов «Психология поведения, психология влияния клиента». Вот там это все подробно я рассказываю. Вот. Идем дальше. Ну вот пример, скажем, с явной, неявной скрытой мотивацией в сервисе по косметике, да, покупке. Явная мотивация. Хочу купить косметику хорошего качества. Фактическая мотивация, что клиент пока делает по факту. Выбираю то, что подходит мне по доставке, сайт, которому я доверяю, и где есть приятные бонусы для меня. То есть немножко смещается, да, фокус, приоритет с просто качества на сервис и эмоции. И выгоду, да. И дальше неявная ее мотивация скрытая. Это похвастаться перед подругами. То, что, типа, вот я нашла классный магазин, сэкономила себе денежку. Мне еще привезли вовремя, да. Значит, я там профессиональную косметику себе заказал. Я слежу своими волосами. Я вообще классный, да. Получить ощущение красоты, уникальности и одобрения знакомых и мужа. То есть вот ее неявная мотивация. Еще, например, получить эмоцию безопасности, защиты, спокойствия, да, там, и так далее. Вот. Дальше идем. Дальше идем. Подходим к архетипам. Значит, по Юнгу. Есть 12 основных архетипов, которые разделяются на 4 основных тренда. Это эмоция стабильности, эмоция самопознания, эмоция изменения, эмоция принадлежности, да. В каждой из этих эмоций есть 3 типа архетипа, да. Для сервиса по покупке, доставке косметики я выбрал архетип заботливый, да, и любовник. Два архетипа, то есть моим клиенткам важна принадлежность и стабильность. Не самопознание изменений, потому что им уже и так овер дофига изменений и самопознания было в период пандемии, когда все нахрен менялось, там, людей увольняли, бизнесы закрывались, у них и так это стресс, им изменений хватит уже, да. Поэтому им важна стабильность и принадлежность, вот. Соответственно, я вот это все и клиенту рассказал, что вот мы выбираем архетип заботливый, любовник, да. Подробнее про архетип можете почитать у Юнга «Психология и религия», либо книги «Герой и бунтарь», которые написали в каком-то там тысячном году издательство, какой-то там Питер, вот. «Герой и бунтарь». Его в интернете сложно найти, но там гуляет он PDF-файл. Кому, кстати, нужно, могу скинуть конспект. Я эту книгу читал, и там у меня это прям законспектировано. Важные самые моменты, напишите мне в Инстаграме. Вот. Вот мой Инстаграм, кстати, не по табу, не забываем, да. Вот описание всех архетипов и что они дают, и какие как бы смыслы в этом каждом архетипе присутствуют. Вот. Зачем архетипы нужны? Смотрите, значит. У меня многие спрашивают, типа, ну, Макс, это все, конечно, классно, ты нам скажи, как нам заявки-то получать. Да это же самое важное. Не, нифига, это не самое важное. И, опять же, тренд – это более глубинный подход к маркетингу. Я вот сейчас вот вижу, смотрю, что я за все это топить начал уже года три назад, да. На меня смотрели как на какого-то типа чувака, который, типа, льет воду. Не, 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 не интересно. Ты нам лучше скажи, как нам, типа, вот там заявочки, заявочки, да. Я этим тоже занимался. Поверьте, сейчас я вижу вот этих ребят-специалистов, на которых я был подписан, которые меня читали. Они тоже уходят в глубинное понимание маркетинга. То есть в лестницу Ханта читают Котлера, потому что это все фундамент, да. И в итоге мы наигрались в маркетинге, да, когда он появился всеми этими воронками, тиктоками, клабхаусами, да, и в итоге поняли, что это все инструменты. Важнее как раз-таки сервис, понимание психологии, поведение клиента, вот, вот, что важно, архетипы и так далее. Соответственно, зачем нам нужен архетип? Наш мозг, он категоризирует любую информацию, которая поступает к нему извне. Если мозг не понимает, к чему отнести, например, бренд, либо компания, либо человека, он о нем забывает. Соответственно, этот образ должен быть настолько понятен человеку, чтобы его можно было положить на полочку рядом с чем-то. То есть, опять же, категоризировать, то есть навесить ярлык. Как раз-таки вот эта категоризация, это собирательный образ, то бишь архетип. Вот зачем нужны архетипы, чтобы быть более понятным для вашей аудитории, чтобы вы понимали, это мое, либо не мое. Ну, это если вкратце, да. Вот они разные, вот эти архетипы. Примеры того, значит, какая мотивация у каждого архетипа для клиента и примеры брендов, которые используют эти архетипы. Вот. Дальше идем. Есть такое понятие, как гештальт психология. Когда мне спрашивают про, что такое маркетинг, я могу с точностью, с уверенностью сказать, что маркетинг – это создание напряжения у клиента. Если напряжения у клиента нет, у вас не покупают. Вот. Простой пример. У кого из вас есть этап в воронке, бесплатная консультация, бесплатная встреча, что-то бесплатное. Вопрос вам, много ли людей потом у вас оплачивают? То есть из бесплатной в платную переходят? Уверен, что нет. В чем проблема? В том, что когда клиент к вам приходит на бесплатную консультацию, у него есть одна какая-то проблема. И что вы делаете с этой проблемой? Правильно? Решаете ее. Так нахрена клиенту дальше к вам идти, если вы эту проблему решили? Что нужно сделать? Нужно на консультации повысить уровень сознания, осознанности клиента, повысить ценность решения проблемы и из одной проблемы создать 10. Например, человек пришел, хочет похудеть. И вам объясняют, что похудение связано с правильным гормональным фоном, с настроением, с правильным сном, с естественным питанием, с количеством потребляемой воды и так далее. Или даже с сексом, то есть с интимом. И человек понимает, что его проблема, она комплексная. То есть это не просто меньше жрать надо, еще вот это и вот это нужно делать. То есть у него ценность решения проблем возрастает. Естественно, ему хочется решить уже не одну проблему, а все. А это уже как бы дороже. И вот он, естественно, к вам уже идет. И сам он ее не решит. Тут важный момент, чтобы человек понимал, что сам это все не вывезет. Ну, это если вкратце рассказывать. Естественно, это все я подробнее объясняю и на консультациях, и в аудитах, и так далее. Ну, это если вкратце, потому что у меня тайминг ограничен. Вот. Есть еще такая прикольная штука, когда мы анализируем точки касания. Я чисто я придумал. Ну, по крайней мере, я это больше не видел. Это карта настроения клиента. То есть я в каждой точке касания определяю, как себя клиент ощущает. А потом накладываю все эти графики один на другой. Ищу какие-то параллели и артефакты. Артефакты – это какие-то сильные скачки настроения. При этом это потом одно накладываю на другое. И сравниваю с карты, пути карты, настроения клиента у конкурентов. Пытаюсь найти определенную корреляцию. И узкие места у конкурентов делаю сильными сторонами клиента, который ко мне обратился. А слабые стороны конкурента, точнее сильные стороны, пытаюсь повторить у клиента, который ко мне обратился. То есть это все тоже важно, это все нужно учитывать. Это по сути называется техника «Проживи один день своего клиента». Так, что у нас еще тут? Это все я, на самом деле, уже рассказывал на предыдущем, на предыдущем выступлении конференции «Амбик» про психологию цвета, про триггеры, про упаковку, про позиционирование. Вот поэтому, чтобы не повторяться, можете мое выступление найти, с удовольствием посмотреть его и в этом всем разобраться. У меня остается пять минут. Надеюсь, вам было полезно. Я готов ответить на ваши вопросы. Давайте, если они есть, пока я сейчас выведу контакты свои, так и проверю сайт, на котором идет конференция. Так, надеюсь, там ничего плохого нету. Максим, спасибо. Там все хорошо. Если что, у нас две параллельные трансляции. А, окей, окей. Да, поэтому из второй я тоже зачитаю. А вот из первой, наверное, вам видно. Про клонирование в работе. Видите вопрос? Я просто не совсем понимаю, как ты себя клонируешь в работе, какого уровня админировать твои задачи. Я не понимаю вопрос, что я клонирую. Мне кажется, что имеется в виду делегирование, что вот тот уровень задач, который вы можете выполнять, как можно кому-то делегировать. Да, я побывал на разных уровнях как специалист. То есть я был и директором по маркетингу, и владельцем своего агентства, и сейчас я консультант, коуч, спикер. И что я могу сказать? Вот у Дэна Кеннеди, «Царство ему небесное», он умер, по-моему, год назад, к сожалению. Есть такая книга «Жесткий менеджмент». И он там прикольно объясняет фишку, что пока вы не зарабатываете условно миллион-полтора на себя чисто, вам нафиг никто не нужен. То есть научитесь сначала зарабатывать сами хорошо, и только потом, когда у вас есть стабильный доход, нанимать себе помощника, делегировать определенные задачи. То есть как бы нужно делегировать что-то, что уже есть, а не пытаться собрать на первые деньги, на нет офис сотрудников, а потом чтобы они сидели без дела, а вы там бегали, сломя голову, искали заявки. То есть работу для этих людей. Это первый момент. Второй момент, что когда вы нанимаете человека, нужно ему платить Х-10. То есть правило Х-10, что значит? Что если вы платите сотруднику 100 тысяч, то он вам должен приносить миллион как минимум. Либо экономить вам миллион, либо совокупно. Там 500 тысяч он вам приносит в кассу денег, и 500 тысяч вам экономит. Например, когда я работал в Сколково, у нас была отдельная позиция человека, который нам экономил деньги на конференциях. То есть, например, нам нужно заказать воду на миллионы рублей для всех участников конференции по маркетингу или по продажам. И он находил компанию, договаривался с этой компанией, что она по бартеру доставит в воду для всех участников. То есть он экономит нам миллион рублей, и мы ему платим 10% комиссии за это. То есть я могу много об этом рассказывать. И, в общем, включаю мысль в следующее, что сначала начнете сами зарабатывать, а потом уже делегируйте, нанимайте кого-то еще что-то. Потому что если вы зарабатываете 100, 200, 300 тысяч рублей, то у вас хреновая бизнес-модель. Неинтересная ни вам, ни людям, и вряд ли она масштабируемая. То есть, например, есть такая тема, как проверить эффективность своей бизнес-модели. Можно ли ее увеличить в X100? То есть что с ней станет, если будет в 100 раз больше клиентов? Будете ли вы больше зарабатывать, вывезете ли вы этот объем? Либо можно ли увеличить чек в 10 раз в среднем? То есть важно самим сначала это пройти, а потом уже это все клонировать, и мы что-то берем, вот так отвечаем. Окей, спасибо. Пожалуйста. Вопросов пока больше не вижу. Так, вот ссылку на Инстаграм можно скинуть прямо в трансляцию. Там наверняка кто-нибудь потом спросит, дайте ссылку, скажем. Сейчас скину. Так, и еще вижу вопрос от Нилы. Можно ли провести клиента по всем четырем статям трансформации сразу на сайте, или нужно проводить через различные площадки и способы? Вряд ли это можно будет сделать просто одним касанием с помощью сайта. Ну, то есть это все равно, что, знаете, вы там подойдете к мужчине на улице и предложите ему пойти в ЗАГС, наделать детей там и создать семью. Да, конечно, какой-то процент мужчин согласится, это называется сформированный спрос, да, но, как правило, мужчины этого боятся, потому что у мужчины мотивация – это секс и свобода, а у женщины мотивация – это семья, да, и у вас конфликт интереса. Соответственно, чтобы вам, мужчине, продать идею того, что ему нужна семья, это нужно несколько итераций. Как правило, это не за один день делается. То же самое и с клиентами. Поэтому вряд ли это можно сделать с помощью одного сайта. То есть это нужно продумывать цепочку касаний. То есть сайт делает одну вещь, то есть продвигает, создает мотивацию, создает проблему, дальше клиент подписывается на имейл-рассылку, в имейл-рассылке вы ему там тоже что-то доносите, после этого вы назначаете с ним бесплатную консультацию, скайп-колл, либо встречи в офисе, после этого там еще что-то происходит, то есть вот она пошла, вот этот путь, вот они точки касания, да. Вот, надеюсь, ответил. У меня, кстати, будет следующий доклад, я там подробно рассказываю, как проводить от момента, от момента, когда человек еще не осознал потребность, ну там вот через 7 тоже там пересекается методика и до адвоката бренда. И вот каналы буду рассказывать. Еще спрашивает Дмитрий, как вы определяете настроение клиента в точках касания? Антропологическим методом, то есть либо еду к конкурентам этого бизнеса, либо к самому этому бизнесу, просто наблюдаю за клиентами, вот, как я, по сути, сегодня рассказывал. То есть я не строю какие-то догадки, я просто смотрю, как оно в жизни происходит. Все. Ну, это подходит только для личной работы с клиентом, если мы говорим, не знаю, там про Кока-Колу или какой-то еще бизнес массовый, B2C, где мы клиентов не наблюдаем лично? В смысле, не наблюдаем, вы что? Вы что? Вы что? Кока-Кола, наоборот, миллиарды долларов платит за то, чтобы как раз-таки анализировать. У них куча денег на фокус-группы уходит. Они анализируют, какое количество содержания сахара добавляют. Да, там вот, предположим, в 2000-е годы Кока-Кола очень сильно обосралась, потому что решила, что Пепси вкуснее, чем Кока-Кола, они добавили больше сахара в Кока-Колу, в итоге люди перестали покупать Кока-Колу. Вот, это все было на основе фокус-группы сделано. Но при этом фокус-группу неправильно провели, потому что они учитывали два важных фактора. Первый, что люди покупают Кока-Колу не по вкусовым ощущениям, а по реакции мозга, которая отвечает за воспоминания. Это потом даже анализировали на анцефалограмме мозга. То есть там проводили исследования, какая область мозга начинает активироваться, когда люди слышат Кока-Колу либо видят бренд. И область, которая отвечает за воспоминания. Именно поэтому люди выбирали Кока-Колу, а не Пепси-Колу, а не потому, что она вкуснее. Ну, как бы я могу тоже долго об этом рассказывать. В общем, естественно, они все это анализируют. Ну, другими, соответственно, способами не лично клиенты едут. Ну, как это, ну, как это, ну, как это, как это не лично едут, ну, как бы, фокус-группа. Ну, конечно, ну, конечно, ресурсы у Кока-Колы позволяют не лично самому там основать Ульеха, да, там, или маркетологу. Ну, опять же, это же личная работа с клиентом. Это же, как бы, ну, анализ поведения клиента непосредственно его средиобитания. То бишь фокус-группа. То бишь, как бы, какие-то там вот эти моменты по интервьюированию, так скажем, да. Так, ну и давайте последний вопрос от Ильи. Макс, как выбрал архетипы спокойствия и надежность? Просто решил из-за пандемии или как-то иначе из общения? Как выбрал архетипы спокойствия и надежности? Просто решил из-за пандемии или как-то иначе из общения? Ну, как бы я, перед тем, как я работаю с клиентом, я интервьюирую его. То есть мы в течение пяти часов собираем информацию от основателей, от команды, от потенциальных клиентов, от сотрудников, как бы, и вот на основе этой информации мы и делаем аудит и выбираем, как бы, ну, стратегию развития. Да, то есть, как бы, это не на пустом месте, это на информации, которую обладает сам основатель продукта. Потому что проект находился на стадии прелонча, то есть они еще не запускались, и именно поэтому они заказали стратегию. То есть нельзя было проанализировать, ну, реальных клиентов, их просто сейчас нету. Но можно было проанализировать поведение клиентов в других сервисах, то есть у конкурентов. Так, ну что, поставьте, пожалуйста, плюсик все, кто что-то полезное у Ильи узнал, а может быть, даже вы напишите, что конкретно было. Меня Максим зовут. Прошу прощения, я читаю Илья. Когда Ильи, да. Максима, все, что было полезно, напишите, что конкретно было полезно, вот, и давайте, да, виртуально поаплодируем, поставим плюсики. Спасибо. Спасибо, Максим. Все, до свидания. До свидания.